В Новополоцке в 2019 году значительно увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Из 368 зарегистрированных преступлений, 100 совершены лицами в нетрезвом состоянии, а это около 34%. В прошлом году доля таких преступлений составляла 16%. В состоянии алкогольного опьянения совершаются, как правило, кражи, грабежи, разбой, хулиганство, причинение телесных повреждений различной тяжести, а также преступления в сфере семейно-бытового насилия, такие как угроза убийства, истязания. Порядка 40% преступлений совершены после совместного или процесса совместного распития спиртных напитков, обвиняемых и потерпевшими. Рост совершенных в состоянии алкогольного опьянения преступлений в целом обусловлен ростом грабежей, хищений путем использования компьютерной техники, краж и превентивных преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, которые, в принципе, как правило, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. По мнению правоохранителей, самый эффективный метод борьбы с пьянством – это изоляция социальных лиц в условиях лечебно-трудового профилактория. Таким образом, они не станут жертвами преступлений и сами не смогут их совершить. К слову, в этом году за 9 месяцев в ЛТП направлено 41 лицо. Кроме этого, психонервологический диспансер Новопоутска регулярно оказывает медицинскую помощь страдающим алкоголизмом. У каждого есть свои задачи, но необходимо взаимодействие. Взаимодействие правоохранительных органов, взаимодействие общественных организаций, общественных формирований и, естественно, предприятий, администрации предприятий и трудовых коллективов. Только таким образом можно улучшить ситуацию у нас в части борьбы с преступностью, а в данном случае с алкоголизмом, пьянством. Помимо профилактических мер, необходимо вести активную работу по трудоустройству лиц, нигде не работающих. Ведь именно 70% всех преступлений совершают безработные. Глеб Рокофьев, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.